Всем привет! Я Олег Фриши. Это Тайм-Аут. Еженедельная программа о хорошей музыке и о развлечениях. Наши герои это легендарные американские, европейские и иногда российские исполнители. Сегодня в выпуске. Музыкальные даты ноября. Мелодии ко Дню Благодарения. Тайм-Аут представляет. Джазовый трубач, певец и руководитель собственного оркестра Илья Серов. Сюжет из Калифорнии. И как всегда информация и наша традиционная викторинка. Через пару дней наступит День Благодарения и я от души поздравляю вас с этим добрым и теплым праздником. Даже несмотря на необычные условия, при которых этот день пройдет в этом году. Что обычно слушают или поют в этот день американцы? Во-первых, это благодарственная молитва Джонни Кэша. Во-вторых, это благодарственная песня Мэри Чаппин Карпентер. Ну и конечно джазовый стандарт в исполнении Билли Холидэй под названием «Осень в Нью-Йорке». А у нас тоже есть свои песни, в которых мы благодарим близких, родных и любимых людей. Но мы не поем их на параде в честь этого праздника, а в основном дома, в кругу семьи и друзей. За столом. Арно Бабаджанян. Стихи Роберта Рождественского. «Благодарю тебя» поет Муслим Магомаев. Благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем был охотно, а ты оттаяла, оттаяла. За хопов и за шрифт, за вечность и самих, за кресту горюй. Стихи Роберта Рождественского. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошло, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За хопов и за шрифт, за вечность и самих, за горюй. Благодарю тебя за тихое прощай. Благодарю тебя за все. За хопов и за печаль. За тихое прощай. За хопов и за тихое прощай. Благодарю тебя за все. В наше непонятное время только и остается, что вспоминать поездки по Соединенным Штатам. Несколько лет назад наша команда побывала в Калифорнии, где мы сняли следующий сюжет. Его герой – молодой талантливый джазовый музыкант, певец и трубач Илья Серов. Илья Серов Он уже привык к тому, что его называют молодым музыкантом со старой душой. Илья Серов, получив серьезное образование в консерватории Санкт-Петербурга как классический трубач, переметнулся в джаз. И теперь эта музыка – его самая большая любовь. Эту музыку я полюбил, скажем, где-то со времени, когда я учился в консерватории. Наверное, это был первый-второй курс. Я стал интересоваться джазом, стали появляться новые друзья, которые эту музыку играли. Я стал присматриваться, слушать всякие записи, диски. И со временем, со временем стал постигать разные саб-жанры, которые, в общем, определяются джазом. И мне было очень много интересного слушать и трубачей, и певцов, и саксофонистов, и музыкантов 30-х, 40-х годов, и современный джаз. И все, что только возможно. Как и у многих в Советском Союзе, а позднее и в России, кумиром Ильи был знаменитый Луи Армстрон. На самом деле, я так сейчас, если подумать, то это был, наверное, единственный музыкант, единственный джазный музыкант, которого я знал, ну, с детских лет, скажем так. То есть сознательное мое отношение к джазу сформировалось уже в более позднем возрасте. Но изначальное понятие о этой музыке, о том, что джаз из себя представляет, и что это есть, у меня было с детских времен только Луи Армстронг. Со временем Илья открывает для себя много интересных музыкантов. Его кумиром становится поющий трубач Чет Бейкер, и Илья тоже решает запеть. Поселившись в Лос-Анджелесе, не в Нью-Йорке и не в Новом Орлеане, молодой музыкант начинает активно вживаться в джаз западного побережья. В Лос-Анджелесе точно такое же разнообразие и касаемо музыки, и людей. Это такой, как кипящий котел культур, стилей, музыки, еды и всего чего угодно. И поверх всего этого замечательная погода. На Илью обратили внимание известные музыканты и предложили сотрудничество. Так появились записи с обладателями Грэмми, такими как Пончо Санчес, Роджер Кэллоуэй, Эрик Мариенталь. И Илья выпускает свой первый альбом с участием звездных коллег. Да, я себя чувствую очень счастливым человеком в этом плане, потому что мне довелось так или иначе работать и познакомиться, и придумывать какие-то проекты с этими замечательными людьми, с замечательными музыкантами. Со многими из всех музыкантов, с которыми я работаю, мы стали замечательными друзьями. И периодически встречаемся, дружим с семьями, так сказать. И, конечно же, опыт работы с ними – это колоссальный. Концепция этого альбома, почему он для меня особенно такой близкий, специальный, и потому что помимо вот этих сослуженных музыкантов, гостей, которые играют на этом альбоме, точно так же есть очень много талантливых, перспективных, молодых музыкантов, которые также принимают участие. Но русских там нет музыкантов? Русских музыкантов нет. Играет музыка У Ильи Серова есть свой оркестр. То есть он еще и менеджер, и администратор, организатор, и даже продюсер. Составляющая успеха, что он уже талант, музыка даже не обсуждается, умение петь, играть. Какой процент успеха играет интуиция и контакты? Я себя не считаю особо сложившимся и успешным музыкантом. Я думаю, что я в пути. Но я так подразумеваю, что, конечно, во многом трудолюбие, упорство и везение, как у всех и как везде, конечно же, первые несколько лет нахождения в этой стране для меня были непростыми. Разного рода сложности и с языком, и с культурой, и с работой. Но как-то со временем постепенно все стало вставать на свои места. И сегодня оркестр выступает в лучших джаз-клубах, театрах и развлекает публику даже в круизах. Но связан ли Илья с русскоязычной общиной? И что хотят услышать наши соотечественники? Это типа Амурку слабо, да? Нет, к сожалению, нет. Я общаюсь со многими русскими здесь, которые живут. Я не скажу, что с точки зрения исполнительской и профессиональной своей я очень тесно связан с русской общиной здесь. Нету никаких принципиальных вещей, почему нет. Просто вот так как-то складывается с точки зрения работы и бизнеса и всего такого. Но я открыт к каким-то произведениям. То есть я даже пытался делать некоторые аранжировки просто вот опять же для русских слушателей и американских слушателей, которым тоже всегда интересна моя история, откуда я приехал и кто я такой, какие мои корни и что такое Россия и Санкт-Петербург. И напоследок Илья передал вот этот клип с позитивной песней из нашего далекого детства. Молодой музыкант со старой душой продолжает свой успешный путь в новом свете. Молодой музыкант со старой душой. Молодой музыкант со старой душой. Молодой музыкант со старой душой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Без боли и следов, без ножа и скальпеля Доктор Блей вернет вам отличное зрение и избавит вас от очков и контактных линз Однако в мире безлезвенных методов коррекции зрения постоянно происходит развитие, эволюция И сегодня Доктор Блей с коллегами предлагает процедуру уже пятого поколения безлезвенных методов лазерной коррекции зрения, которая называется приятно и просто смайл Она также избавит вас от очков и контактных линз В любое время года случаются аварии, травмы, медицинские ошибки, как печальный исход смерть близкого человека Юридическая фирма Джона Норринсберга уже более 25 лет занимается защитой от аварий, травм и несчастных случаев Фирма отсудила более 100 миллионов долларов компенсацию своим клиентам Татьяна, менеджер офиса, говорит по-русски и она соединит вас с лучшими американскими адвокатами Мы не особенные, мы лучшие Справедливый девиз юридической фирмы Джона Норринсберга Член американской коллегии иммиграционных адвокатов Влад Сирота воплотит вашу американскую мечту в реальность Влад занимается всеми аспектами иммиграционного права Визовой, семейной, судебной и рабочей иммиграции Сделайте только один звонок в офис Влада Сироты и получите Америку на всю жизнь Доктор Лев Барский напоминает о том, что в разгаре сезон аллергии Он давно и успешно занимается лечением таких заболеваний, как астма, аллергия, кожная аллергия И всеми другими видами аллергических заболеваний В офисе доктора Льва Барского используются все меры, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19 А расписание составлено таким образом, чтобы в приемной было как можно меньше человек Доктор Барский помог сотням взрослых и детей Он обязательно поможет и вам И наконец наша музыкальная викторинка Но прежде всего по традиции ответ на вопрос предыдущей передачи Песню Rock'n'Robin в 1972 году перепел тогда 14-летний Майкл Джексон А сейчас вы увидите, пожалуй, единственную сохранившуюся видеозапись одной популярной в 70-х советской эстрадной певицы Вопрос, как ее зовут? Подсказка Эта певица давно ушла с эстрады Она живет в Москве и работает переводчиком с венгерского языка Вам нужно прямо сейчас позвонить по знакомому номеру телефона Ответить на вопрос и первые 10 позвонивших получат приз от нашей программы Внимание! Пожалуйста, не забудьте назвать ваше имя и контактный номер телефона Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели С вами был Олег Фриш Пока! ПЕСНЯ 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 Если когда-нибудь поймёшь, что то, что хочется вернуть, лишь только время обмануть. Компионер безлезвенной глазной хирургии успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лэйсик и безлезвенное удаление катаракты. Быстро, безопасно и безболезненно. Только у доктора Леонарда Блея. Вы стали жертвой аварии и получили серьёзную травму? Ни секунды не сомневайтесь и сразу обратитесь к опытным адвокатам. Юридическая фирма Джона Норринсберга более 25 лет занимается защитой пострадавших от аварий и несчастных случаев. Адвокат Джон Норринсберг и его коллеги выиграли более 100 миллионов долларов компенсации для своих клиентов. Если вы пострадали, позвоните мне. Я соединю вас с лучшими адвокатами Нью-Йорка. Мы не особенные, мы лучшие. Жизнь даётся человеку только один раз, и прожить её в Америке нужно легально. Иммиграционный адвокат Владислав Сирота решает самые сложные проблемы. Получение статуса политического беженца, грин-карты, визы для инвесторов, сдача экзамена на гражданство. Он оспаривает депортацию, помогает в воссоединении семей и делает всё возможное для вашей легализации в США. Главный офис Владислава Сироты расположен в Бруклине. Практика во всех штатах. Из беспросветного лабиринта аллергических заболеваний всегда есть выход. Центр лечения аллергии доктора Барского. В нашем центре мы помогли многим взрослым и детям. Обязательно поможем и вам.